Явных улучшений в пропуске грузовых автомобилей на всех пунктах пропуска на границе с Казахстаном нет. Большие грузы продолжают простаивать вот уже пятый день, расходуя топлива, отставая от графика перевозок, неся убытки. Сейчас на границе с Казахстаном простаивает более 600 грузовиков. Казахская сторона во всех СМИ заявляет о том, что пост работает в штатном режиме, то мы так далеко не уйдем. У Кыргызстана сейчас самый пик сезона экспорта сельскохозяйственной продукции. И эти машины здесь простаивают. И вы должны понимать, что мы в едином таможенном союзе и нам ставят вот такие барьеры. Это нельзя назвать дружеским отношением, это конкретные барьеры, с которыми надо бороться какими-то решениями ЕК. Мы надеемся, что этот раз вы увидите и дадите достойную оценку. В прошлый раз, насколько мы знаем, была оценка произведена, но Высшему Совету Евразийско-экономической комиссии дали в другом свете всю информацию. Мы не знаем, кто это исказил эту информацию. Сейчас просим объективно рассмотреть и дать объективную оценку. И нужно понести какие-то определенные санкции для стран, которые устраивают барьеру в едином таможенном союзе. Для возможности ознакомления и урегулирования ситуации Минэкономкоммерции направила соответствующий запрос в ЕЭК. Пропускные ограничения, введенные казахской стороной, явно нарушают один из основополагающих принципов функционирования единого рынка ЕЭС. Ограничивает свободу передвижения товаров. Была образована рабочая группа Евразийской экономической комиссии под председательством члена коллегии по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзебека Куджошева. Делегация прибыла на пункт пропуска Актелек автодорожный для всестороннего изучения ситуации. Понятно, что ситуация складывается не очень хорошая, критическая, наверное, поскольку свобода движения товаров – это один из краеугольных аспектов вообще евразийской экономической интеграции. Мы постараемся, вот для чего и создана мониторинговая группа, для того, чтобы объективно оценить, что происходит сейчас на пунктах пропуска. Киргизскую сторону мы сегодня посмотрели, послушали. Все-таки будем пытаться еще связаться с казахстанской стороной, послушать от них объяснения, их какие-то аргументы, для того, чтобы именно понять суть вопроса, почему возникла такая ситуация. Ну, естественно, мы оцениваем как негативную эту ситуацию, поскольку мы видим, какое огромное количество транспортных средств скопилось. Действительно, сейчас очень жарко, тяжело людям, портятся товары. Естественно, надо устранять эту ситуацию. Члены рабочей группы ознакомились с тем, что никаких ограничений с киргизской стороны нет. Пропуск машин осуществляется в штатном режиме без ограничений. Узнать же мнение казахской стороны и причины ограничений рабочая группа не смогла. Их попросту не пропустили. К сожалению, мы не смогли пройти и взять пояснение со стороны казахстанской стороны. Но мы будем ждать, потому что официально письмо было направлено вчера. И наша мониторинговая группа здесь еще будет два дня. И я думаю, что мы посмотрим, наша мониторинговая группа должна услышать и мнение казахстанской стороны. И во вторник, 29 числа, будет совет юридической экономической комиссии на уровне вице-премьер-министров, где крыгизские вице-премьер-министры будут этот вопрос ставить. И мониторинговая группа должна будет давать свою информацию. Я думаю, что на совещании, которое сегодня начнется в Армении, и премьер-министр этот вопрос тоже будет там ставить и этот вопрос поднимать. Сложившаяся ситуация на границе, безусловно, негативно сказывается на внешнеэкономической деятельности Кыргызстана. Повторяющиеся из года в год пропускные ограничения казахской стороной нарушают работу бизнеса. Тем более в разгар перевозки сельскохозяйственных скоропортящихся товаров, несвоевременная доставка которых чревата большими финансовыми потерями. То, что проводятся определенные контрольно-досмотровые мероприятия и замедление пропускной способности со стороны Республики Казахстан, это противоречит основополагающим принципам договора о Евразийском экономическом союзе. Здесь ограничивается свобода передвижения товаров, поэтому сейчас на различных уровнях проводятся переговоры двух стран. Напомним, на месте скопление грузовых транспортных средств развернуты палаточные пункты помощи. В них водителям и грузоперевозчикам предоставляются вода и горячее питание, а также медицинская и психологическая помощь. Надежда Улсова, Раскильды Кукульбеков, Аллато 24.